Начали. Позитив. Чем ты меня цепляешь? Ой, ты какая маленькая. Какая пушистая маленькая. Негатив. Почему я тебя ненавижу? Бей, 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 бей. Не тяни, давай. Сейчас я тебе двоечку пробью. Встань сюда. Ага, грусть. Почему ты уехал? Я постоянно думаю о тебе. Сарказм. Да, мне плохо оделась. Только, по-моему, это не сочетается, нет? Обида. Давай, 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 говори, говори, работай. Мне дали то, что я хотел. А я этого заслуживал. Но так просто не делается. Страсть. Давай, давай, говори, говори, говори. Говори. Можешь раздеваться. Скепсис. А, просто деньги нужны, да? Без проблем. Сейчас я скажу, быстренько возьму. Вообще никаких проблем нет. Страх. Говори, 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 и сразу работай. Нет, нет, нет. Задумчивость. Раздумчивость. Изумление. Утипутип. Изумление, не умиление, изумление. Да, 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 да. Умиление. Утипусечки. Какая мать. Какая мать. Какая мать. Восхищение. Восхищение, восхищение. Мама, ну, только ты меня восхищаешь, да, ну, если б не ты, я бы ничего не смог сделать. Чувство превосходства. Угу, чувство превосходства, ага, ага. Ярость! Молодец. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Калина Ринат, мне 32 года. Угу, благодарю. Значит, хорошо, хорошо. Негатив – жесть. Радость, грусть – хорошо. Страх – жесть. Вот негатив, страх – просто пипец. Значит, ярость, с радостью, с удовлетворением – хорошо. Страсть – хорошо. Значит, вот самое худшее было – это чувство превосходства. Ну, беда, просто. Вот, надо сейчас переделать нам еще разочек, чтобы ты сейчас попробовал чувство превосходства. Ты же вот так вот, по изображению, не поймешь, чего. Ну, это изображение, понимаешь? Вот оно у тебя сейчас, вот сейчас на самом деле, значит, чувство превосходства переделываем. Вот, да, негатив. А страсть? Страсть у него хорошо была, это его, ну, иные. У тебя вот есть некоторая загрунчивость, страсть, этот самый. Вот, да, вот страсть, вот этот, понимаешь, вот то, что нам сейчас надо сказать. Вот то, что у нас не вышло совсем. Вот страсть будет, да, и насквозь. Ты там есть текст-монатив какой-то? Да, за что я тебя ненавижу. Ну, скажи, уберите отсюда вашу машину. За что я тебя ненавижу? Кому ты, кого ты послал сюда идти? Бог, а вот, Бог, а вот послал сюда идти, все, нормально, нейтрально, хорошо, именно негатив. Тут никакого у тебя нет, вот именно без перебора. Просто, что пришел вообще? Угу. Вот что негатив, что ярость у тебя там есть, отдельная, совершенно другая эмоция. Кому ты сказал? Вот, кому ты сказал? Пойдем, выйдем. Вот, уже, вот, 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 негатив уже хорошо. Тогда страсть. Ну, я вспоминаю, как... Ты вспоминаешь скверт с тобой, давай еще туда текст какой-то добавим, ты же у тебя везде текст есть, а здесь круг нет, и он так на фоне у тебя пока не очень выходит, ты даже сломаешь, страсть. Страх какой-то какой-нибудь. Ну, понимаешь, что ты боишься, вот, ну, панически, например... Ну, не, я же смотрю ситуацию, когда я горел, вот, потому что огонь, якобы, сомнен. Ну, не, понимаешь, ты видишь это, и тогда говоришь... ПОЖАР! Понимаешь? Или ты вот, вот ты занят в этом месте, понимаешь, что сковывает страх, он сковывает, понимаешь? Ты набираешь, 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 там... ПОЖАР! Понимаешь, ты испугался, тогда надо успеть набрать. Не сразу пожар, это изображение этого страха, да? Сначала ты должен испугаться, всем телом замереть, понимаешь? Вот, 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 пошло. Блин. Вот, понимаешь? Если тебе это очень колбасит, понимаешь, возьмите, это полегче просто, то есть то же самое. Понимаешь, когда мы боимся? Уберите отсюда! Просто страшно! Знаешь, может, просто чуть-чуть менее страшно, тебе сейчас меньше страшно. А когда пожар, это паническое, это все, это... ПОЖАР! Понимаешь, это паника начинается, смотря какой уровень ты берешь, да? Ты можешь взять, что тот и другой оба будут страхом. Понимаешь? Ты можешь взять страх, когда просто, понимаешь, что это другое. Теперь к виску пистолет. Понимаешь? Когда здесь, сейчас могут выстрелить. Но это вот страх на крупном плане, понимаешь? Ты тут не можешь шевелиться. Потому что если ты сейчас психанешь и крикнешь, то человек вот, ну, от реакции может тебе выстрелить. Понимаешь, что это я имею в виду? Вот это же страх. Поэтому ты сейчас можешь взять вот этот вот пистолет к виску, вот тебе не обязательно прям до пожар. Каким-нибудь пожар, хорошо, когда ты можешь разогнаться с этой мощностью. А если ты пока это тяжело и добиваешься где-то, ну, вот как это сейчас будет не очень... Вот то, что у тебя сейчас было, это изображение будет страха, понимаешь? Надо бы в него либо уходить, ну, его делать тогда, либо нет. Я бы тогда делаю вот этот, который чуть-чуть проще, потому что это часто у нас время и снимаем, да, и здесь рядом с вот этим сейчас появлением. Ну, понесли. Просто пистолет к виску. Ты страшен. Ты замер. И вот тут набирай пока не будут следующие эмоции, когда сразу сойдешь. А следующая эмоция какая? Ну тебе скажут какая. Вот это не надо заранее. Вот эмоции хороши тем, что ты не должен знать, кто за кем, понимаешь? Ярость. Понимаешь, сразу опять орать, это смешно. Эмоции надо набирать. Прямо здесь в кадре, когда мы видим, что ты можешь ее делать разно, понимаешь? Потому что я могу разозлить, понимаешь? Но я начинаю ее набирать. А, медленно, да? Ну, конечно, не медленно, а начинаешь. Тебе говорят ярость, аж она у тебя была, нет. А ты начинаешь орать, она это не ярость, понимаешь? Это не эмоция, ты не выдаешь энергию. В этот момент просто как бы изображаешь эмоции, голосом, чем-то. Но не работает, это смешно сразу, понимаешь? А нам надо набирать эту ярость. Понимаешь? И тяпки с ней с негатива, начинаем дальше. О, хрен он пришел. Я тебе разрешала приходить? Но я до нее дошла, понимаешь? Я не могу сразу начать с этого. Это будет бред. Понимаешь разницу? То же самое. Ты должен где-то в ярость войти, мы должны увидеть, как. И в том году набрать. Если тебя не прерывают, значит, ты идешь дальше. Вот это вот и есть ярость. Вот. Ты с негатива начинаешь, а тебя доводит. Вот, ты бы там, ты понимаешь, что еще чуть-чуть ты дашь мне в лицо, понимаешь? Должен именно ярость, это агрессия, это негатив. Ты должен быть готов, нет, не изображение, а как это негатив, а тут как раз изображение. Как это такое, ну, убирайся, пока я не злюсь, пока я просто к тебе плохо отношусь. Вот это негатив, понимаешь? А ярость, это я хочу тебе дать уже в лицо, понимаешь? Когда ты начинаешь с негатива, ты начинаешь фрацировать тебя, тогда и выдаешь. Понимаешь? Вот это вот ты нам сейчас должен показать. Переход от негатива до ярости. А, с негатива на ярость. Ну, ага, негатив это то же самое. Что это такое? Вообще эмоция агрессии, то и другое. Именно просто улыбка. Здесь разбито на большие, так сказать, моменты. А что это такое? На самом деле, это несколько базовых эмоций, которые просто по уровню мощности разные, понимаешь? Ну, то есть, негатив это та же самая эмоция, просто на, можно сказать, на цифре 2, пока еще не сильная. А когда я из него, вот просто поднимаясь, разжигаясь, понимаешь, ты можешь просто сделать один-два шага вперед. Ну, это естественным путем, понимаешь? Ты сказать, что стоп, 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 отошел. Понимаешь, так делают актеры, ты не стоишь же, ты же не попанный. Все? Да, а ярость. Хорошо, так, и у нас, значит, страх мы прошли. Превосходство. Превосходство, да, сделай, пожалуйста, превосходство. Не надо там сразу кого-то изображать, в каких-то очень щавиных. Ну, просто вернемся тебе, товарищ. Ой, знаешь, как, с чувством превосходства, это, ой, какие милые противнички. Понимаешь, ой, какие мы все-таки симпатичные. Знаешь, вот такие вот бабушки, 16-летние девочки, очень любят с чувством превосходства. Подходи, жирамины. Ой, как, как мы все-таки красиво одели. Знаешь, ну, в этом чувствуется отвращение какое-то. Это, по-моему, сарказм. Да, это, по-моему, тоже сарказм. Нет, ну, как сказать, нет, сарказм это вот как раз попроще. Здесь нет вот этого жесткого наказания, ну, в смысле, нет. Просто превосходство, это я здесь главный. Я, король, зашел где-то, ну, я, где вы, где вы, где я, ребята. Ну, вот, но ты себе туда-то не веришь, понимаешь? Ты туда-то не доказываешь. Вот сейчас ты доказываешь, отсюда нету превосходства. Ты пытаешься, чтобы мы все тебя оценили и уважали. А ты, ну, нас там не вызываешь. Чувство превосходства, откуда его брать. Это и есть. Я имею в виду, с этого можно, но для этого я тебе объясняю, надо его чувствовать. Вот истинно, я просто объяснила то, что легко сыграть. Ну, я объясняю, чистое чувство превосходства сыграть очень трудно. Для этого надо очень сильные, да, лично это очень добрые и мудрые люди. Но они его не изображают. Они просто в нем есть, потому что они знают, что они всего этого стоят. И им не нужно это доказывать каждую секунду, понимаешь? Это не уж другое превосходство. Я говорю, ну, очень трудно сыграть. Я тебе поэтому дала с примесью, например, вот некоторого, да, это не обязательно. Я говорю, можешь другое взять. Понимаешь, ты можешь взять чувство превосходства, но понимаешь, в чем дело? Да, ты здесь главный. Ну, тогда сделать главный. А когда чувство, можно назвать чувство превосходства человек, который просто едет на автомобиле классом, ну, Ну, я понятна, суда. Ну, так на дороге, так на всех, так как бы. Понимаешь, ну, если вот, вот, вот если он при этом чувствует, что поскольку он на этом автомобиле, он умеет право не соблюдать правила ПДД, понимаешь, он умеет право проехать на красный свет и всем по всем. А кто-то, а кто-то будет про это думать, а он может не думать про это. Вот, вот если он чувствует, что он умеет, вот эта машина и не дает ему право так сейчас сделать. Вот это вот тоже вариант превосходства, но это вот как раз превосходство с выпендрежностью. Потому что это не чистое превосходство. Ну, понимаете? А, ну, это чистое. Ну, ты можешь сыграть с выпендрежностью, но это все равно будет превосходство. Я говорю, что лучше играть примесь, потому что чистое превосходство сыграть очень трудно, для него надо дожить сначала внутренне. Ну, я имею в виду его очень трудно. А с примесь очень хорошо, то есть если ты дружность, то почему у меня это тоже будет превосходство? Понятно, да? Можно сыграть. А, например, ну что? Пойдем там. Пойдем покатаемся. Я достал два билета. Ну, в смысле у меня есть два билета. А, у меня есть два клуба. Туда билеты не нужны. Во! Во! Смешаешь, смешаешь, смешаешь. Вот так, да, вот так. А то вот это вот смешно. Понимаешь, это бровки тоже. Понимаешь? Ну, сзади не верят. Все? Да, теперь давай.